Друзья, Христос Воскрес! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня праздничный день, сегодня Пасха, 8 апреля 2018 года, и сегодня 20-й восстановительный день после 30-суточного голодания. Пройден наиболее, так сказать, участок восстановительного периода, который, в общем-то, заставляет человека немножко сдерживать себя от чрезмерного употребления пищи. Далее уже вырабатываются, так сказать, какие-то определенные стабилизаторы для того, чтобы сдерживать внутренние стабилизаторы, что уже автоматически сдерживается вот это чрезмерное употребление, и уже человек не так сильно и активно хочет кушать. То есть более стабилизация происходит уже на 20-е сутки и последующие уже 10 суток, которые осталось мне до окончания выхода из восстановительного периода после голодания. Вот они уже так переносятся более-менее легко. Сегодня я обязательно пойду, вот я показываю вам, испек хлеб по своему рецепту, вернее по рецепту моей племянницы Леночки. Вот впервые я занимался этим, такой блин получился, вот но все равно я в магазине не покупаю, ароматный так запах, в магазине не покупаю, не кушаю этот магазинный, потому что в нем и соль и так далее. Здесь без соли, без сахара, вот за исключением там добавляла разные там семена льна, потом шифран, приправы различные, вот там кориандр, тмин добавлял, вот, ну, льна, немножко, значит, там тоже семени добавлял туда вот и на двух стаканах кефира, вот это по одному стакану, значит, муки. Вот это все я размешал и на сковородку, смазал жира в духовку, вот в течение часа, вот это при температуре 180 градусов где-то, вот получился такой хлеб, типа корж. Вот, но я еще, я обязательно его посвящу, поеду в церковь, вот вместе с пасочкой, которую сейчас не буду есть, а через 10 дней при выходе я попробую. Вот, ну, состояние мое сегодня, значит, в принципе, я утром встал рану в 6 часов и проделал все процедуры, мероприятия до того, как уехать в церковь. Вот вес мой. Так, вес 73,400, 73,400, так, это получается, вчера был 73,950. Ну, происходит, короче, стабилизации веса еще нету как таковой, то есть, я четко контролирую, то есть, если бы знать, что где-то в чем-то я, то есть, кишечник, значит, еще был, когда взвешивался, там, может, вот воды попил, вот, 500 драм воды пол-литровый выпил перед взвешиванием, вот, вот, и вес добавится, может, мгновенно добавится, вот. Сейчас я без взвешивался, когда еще не пил воду, вот, получила 73,400. Вот, талия, значит, упала тоже, было, вчера было 95, замерял, ну, вот, при весе таком, вот, на 500, на 550 грамм, более, вчера было, вес, почти на полки, ну, больше, чем на полкилограмма, вот, и талия была 95, сегодня объем талии 93 замерял, меньше. Вот, теперь, учитывая то, что я, как обещал ранее, через каждые 10 дней я буду сравнительно, так сказать, замеры производить и сопоставлять, насколько вот изменилось вес тела, насколько объем талии изменился и внешний вид, насколько изменился, по сравнению с предыдущими 10 сутками. Вот, значит, за 10 суток, вот эти последние, вторые 10 суток восстановительного периода вес у меня прибавился на 1 килограмм 350 грамм. Значит, а всего за 20 суток прибавилось у меня 2 килограмма 600 грамм. Вот, объем талии, значит, объем талии вот за эти 10 дней не изменился. Был тогда 93 и сейчас 93 стал. А за 20 дней, значит, объем талии увеличился на 2 сантиметра. Вот за 20 дней после, то есть после голодания выхода, вот, и до 20 суток восстановительного периода на 2 сантиметра увеличился. Вот такие изменения. Ну и чисто внешний вид для контроля, так сказать, для внешнего определения. Вот, вот, такое состояние. Ну и еще, или нет, что там еще. Естественно, что видно, что вот я вижу, может, через видеокамеру не так, видно, вот, ну, отдельные участки мои вот обвисают здесь, потому что мышечная масса потеряна, так, вот здесь то более-менее будто бы нормально, но на руках это очень заметно, на руках очень заметно. Ну, здесь шея, естественно, вот еще вот видно, что здесь тоже много ушло отсюда, вот. Ну, вот такая информация на 20-е сутки восстановительного периода. Значит, кушать сегодня я запланировал, вернее, утром, вот, после подъема встал, вот, скушал проросшее зерно, стакан кефира и, значит, сейчас только уже вот по 4 ложки, там, я уточнял уже в других информационных источниках, это примерно будет, вот, по 100 грамм хлеба примерно, ну, где-то по 4 ложки нута проросшего и 4 ложки, полные такие столовые ложки проросшего зерна и с медом. Ну, меда тоже где-то, я, наверное, где-то пару чайных ложечек скушал медом. Вот. И после этого я планирую поехать церковь, осветить, и после, значит, приеду, сварю свежий борщ из щавря, два пучка щавря зеленого, вот, и овощной, рисовый, там, и так далее, все, вот, короче, все овощи буду, покидаю морковку, там, свеклу, пастернак, капусточки немножко, вот, и томат, томат домашнего производства, томатный сок без соли, все это без соли, только овощной аромат и вот такой принцип восстановительного периода, то есть по-прежнему нельзя, я не могу сегодня, вот многие, там, пасхальный день, там, после 48 суток, многие не сдерживались, так вот, но у меня был суровый режим сдерживания, то есть от употребления пищи полное голодание, и поэтому я вынужден, значит, продолжать до 30 суток окончания выхода из восстановительного периода, да, и только после этого я смогу там уже то, что другое, другие уже более-менее свободно употреблять то, что и другие люди. Ну, мне по-прежнему желания нет такого, там, допустим, мяться есть, там, или рыбы хочется, там, или что, вот, я, в принципе, единственное, что вот, можно было бы бобовые приготовить, там, горох или фасоли, вот, но в рекомендациях книги Юрия Николаева «Голодание ради здоровья», вот, здесь ничего не пишется о том, что разрешается в этот раз его включать бобовые, каши из бобовых, видно, потому что они все-таки тяжело усваиваться организмом, и в этот период еще необходимы более щадящие продукты питания, тем более, что по-прежнему фрукты тертые и овощи тертые, вот, я использую пропущенную часть мясорубку. Ну, вот, друзья, на этом я заканчиваю свой рассказ, счастливо, всем удачи, до завтра!